Здравствуйте всем, меня зовут Женя Василенко, я из города Кривой Рух. Я расскажу вам, точнее покажу на примерах, как наша общественная организация использует Р для контроля данных экологического мониторинга, а именно для контроля за качеством воздуха. Мы не строим пока никаких там супер-мега моделей, мы не применяем регрессию, нейронные сети. Сейчас наша основная задача переделать эти данные и визуализировать, показать людям, чтобы привлечь внимание наших жителей к этой проблеме. Ну, на первом этапе мы справляемся, потому что мы наконец-то дали пендеря волшебного Криворожскому госполкому. Он наконец-то в этом году начнет разрабатывать страничку, где эти данные будут публиковаться. Про эту страничку, точнее про доступ к этим данным, Украина в ООН еще в 2012 году пообещала, что будет сделано. Депутаты наши местные начинают теперь активно мучить метеорологов, экологов, откуда ж формальдеги в городе, ребята, давайте что-то же делать. Ну, то есть, процесс пошел. Просьба небольшая, чтобы мне не приходилось краснеть, а вам не приходилось массу резко спасать ситуацию, не задавайте слишком умных вопросов. Я не программист, я по профессии геолог. Как оно там внутри работает, я понятия не имею. Большинство опыта это методом тыка. В общем, суть проблемы выглядит вот так вот. У нас в 2015 году промышленные предприятия 315 тысяч тонн выбросили в одно сферу. Это почти по полтонны на каждого жителя города. В принципе, небо чистое там сверху, кому видно, голубое. То все остальное это заводские дымы. Проблема настолько печальная, что даже вот так вот выглядит наш город. Вот это дыма этого шлейфа почти 90 километров. Он туда переваливает Закоповское водохранилище. Это 15-е годы. Я вот недавно буквально нашел снимок космический 1986 года. Такая же конфигурация вот этого дымового шлейфа. Там видно его явно на 100 километров он расползается. То есть вот это вот влияние нашей промышленности. Но это повезло, это ветер от города дует. А если туда, на север? С мониторингом воздуха в нашем городе на бумаге все прекрасно. У нас 26 постов. Из них 7 автоматизированных. Автоматизированные посты каждые 20 минут вы делали. Делают измерения. Все это хранится на серверах и так далее. Мы будем рассматривать пример вот эти вот таланжевые две посты. Они принадлежат Арселор Митл Кривой Рух. Три поста автоматизированные. Розовые вот эти. Это принадлежат городу. Четыре поста тоже автоматизированные. Ну и пять постов Гитлэмидиоцентра 1984-1988 года изготовления. Они не автоматизированы. Данные удалось нам выбить только у Арселор Митл Кривой Рух. Они нам поделились в бумажном виде наблюдениями за ноябрь 2014-го года, март 2015-го года. Это где-то тысячу страниц бумажных распечаток. Мы их пытались скаймировать, распознавать и отобовские продукты. И серакты, и какие-то там веб-приложения. Ничего у нас не получилось. Ошибок стопы, что решили мы вручную перебить все эти таблицы. Успешно с этим странились. Какие проблемы вообще в искудных данных первичных? Ну тут изображено, конечно, идеально. В 0 часов 0 минут все померилось. В 0 часов 20 минут все померилось. Отдельно только меряются метеорологические показатели со сдвином. Ну бывает так. В 0 часов 3 минуты померилось оксиды азота. В 0 часов 12 минут померилось пыль. То есть разорванного времени. Но поскольку мы это набивали все вручную, мы сразу причесывали там в ближайшем 20-минутному интервалу. В итоге у нас получилась таблица почти 33 тысячи записей. То есть где-то полмиллиона ячеек в таком, в полуручном режиме. Забили. Инструменты, которые мы используем. Ну базовая струна это RPUs R-Studio. Далее. Пакеты, которые работают практически в каждом сбрите. Это магнитры, в которых реализован туннельный интерфейс. Передача ответа функции на вход в другую функцию. Тайдин и деплир. Это пакеты, которые для преобразования, для усмеднения, для перекомпиляции паблиц. И конечно графика, G-GPL-2 пакет. Вот эти используются периодически. Stationary пакет, который подключается в базе данных национального агентства атмосферных и океанических исследований США. Ну а так называемый. И там можно получить данные почти 30 тысяч метеостанций по всему миру. Результаты их работы. Пакет Zoom используется только у нас в одном скрипте для обработки временных львов. Scale-с пакет, который позволяет всякие ушечки добавить на графику, на отображение шкал. Ну и конечно для импорта шрифтов тоже разово пакет экстрафонт, который в директорию R подтягивает TTF-ные шрифты, которые находят в системе. Ну и работает это все, нельзя не упомянуть на системе T. В общем, начинаем нашу работу, загружаем таблицу с данными мониторинами в CSV-шнагните. И сразу делаем временное поле в формате POSIX-CT. Почему POSIX-CT? Потому что многие функции пакета D-Plus с другими форматами времени включат. Фильтр функции не работает, SUMMARISE не всегда воспринимают почему-то. Ну, это найдено решение, собственно, в блоге этого Хэгри Микхэма, автора этого пакета, что именно POSIX-CT. И обязательно указываем временной поиск. Потому что, опять же, дальше там разные функции, которые по-своему воспринимают настройки по умолчанию. Скейлс пытается все к UTC формаму привлечь, приписать, если ему тоже не укажешь жестко. Первое, что у нас происходит, это он якобы чистый R только установлен. Поэтому мы с помощью библиотеки ExtraFund и ее функции Font Import хотим в папку системы RG записать шрифты. Он нас спросит, конечно же, вы точно хотите, конечно, хотим. Ну, по моим наблюдениям, это я про Linux говорю, это все на системе Linux. Наверное, в Windows то же самое происходит. У кого установлен техно, библиотеку, то и его шрифты тоже затягиваются. А там, ну, этот пакет TechLife, там порядка 60 разных гарнитур. То есть шрифтов на самом деле красивых очень много. Ну, плюс еще, если вы устанавливали отдельно системные шрифты из репозиториев, то тоже они туда загоняются. Получение метеорологических баллов. Почему мы привлекаем внешние баллы? Дело в том, что вот эти три поста арселуровские, на них установлены свои метеороны. Ну, мерять направление ветра в городе, где деревья, застройка, автобазы, всякие высокие здания. То есть, по сути, это меряется не ветер метеорологический, это меряются вот эти локальные сквозняки, которые между зданиями. Поэтому мы сразу в стороннюю ветераму получаем. У нас рядом с городом расположен международный аэропорт, ну, называется, старое название Лазоватка, это сейчас международный аэропорт Крым-Реха, який не працюет чему-то. Там метеостанция, которая ведет наблюдения по двум программам. Долговременные наблюдения метеорологические, которые там раз в три или в четыре часа меряют они погодные условия. Но эта же метеостанция обслуживает гражданскую авиацию. И они каждые полчаса передают данные о фактической погоде, так называемой метар-телеграмме. Вот мы этими метар-телеграммами активно пользуемся. Что нам надо? Мы даем пакет старейшин, запускаем, запускаем пакет магнитер, который делает нам вот эту вот карманку в туннеле. Далее, нам надо получить список всех метеостанций, которые есть на сервере, ну, чтобы выбрать свою. Лучше его, конечно, сохранить в отдельном файле, и там уже посмотреть вручную. Там они подписаны в Украине и более-менее там по названию в Северном пункте. Всего я говорю, больше 27 тысяч метеостанций, которые ведут наблюдения по разным программам. Очень много метеостанций на аэропорту. Далее. Теперь мы, собственно, получаем, как уже с одной командой, это из Северной стейшинс, мы, собственно, получаем название аэропорта, и, точнее, название метеостанций. Мы, собственно, охраниться в Литвенеевской, какие вы хотите получить. И, опять же, сразу следим за временем. Делаем сначала в Косекс СТ UTC-шное время, а потом переходим его в наш временный пояс Европа-Рожан. Сразу отопорка. Данный выпуск импорта надо проверять, потому что несколько раз я замечал такое, что какие-то обрывы связи или полгода не загрузятся, или там целый год не загрузится. То есть надо как-то следить. Вытирали вот эти 5 телеграмм каждые полчаса, то есть это 208 наблюдений, и все это должно быть. Ну, на самом деле, почему-то иногда больше, я не созванивался с метеостанцией, еще кому-то злобал, почему-то, видать, какие-то контроли они делают. Далее. У нас теперь возрастает проблема местного интервала в направлении. У нас вылетает воздух каждые 20 минут, а метар-телеграммы каждые полчаса. То есть напрямую мы можем только 0 минут каждого часа соединить. Фактически вот эти вот 2 трети данных пропадают. Мы долго думали, как это решить, там, всякими перегонками интервалов, еще что-то. Но потом нашли чисто случайно замечательный костыль. Просто-напросто растянуть значение вот этих вот метеорологических данных. Через 10 минут проинтерполировать вот эти промежуточные значения. Выглядит довольно логично. Потому что если у нас меняется температура и сутрость ветра, то можно предположить, что промежуточные значения вот где-то тут находятся. Точно так же и направление ветра. Ветер не меняется, бац, развернулся на 180 градусов. Он меняется, причем не полчаса, а как-то там постепенно. Поэтому мы и на продлении ветра в градусах тоже интерполируем. Чтобы не подключить вулоку со всякими там кратными интервалами, мы растягиваем через 10 минут, а потом вот эти вот ненужные, ну, они потом не используются, да и все. Теперь мы можем соединить метеорологику с нашими наблюдениями за качеством воздуха. Как это делается? Делается это с помощью пакета зуб. Мы сначала в направлении ветра вайм-директ и нашим значением присваиваем я вот такое число. Ну, на самом деле это не обязательно, это для самоконтроля. Потому что опыт мой показывает, что донашки забываются, там одни функции их кушают, другие не кушают. Лучше сразу удалить, затереть, а потом фильтровать больше, куда меньше. Далее. Нам надо сделать вектор, по которому будет производиться интерполяция. Мы просто-напросто берем максимальное значение и последовательность между максимальным, между минимальным и максимальным значением. И с шагом 600 секунд делаем такой вектор, на который потом будет лепиться и интерполяция. Далее. Мы, собственно, происходим интерполяцию. Мы выбираем из метеодатных техник, значения, те величины, которые нам надо проинтерполировать. Мы указываем по какому вектору. И я заметил, почему-то некоторые повторяются в значении времени. Поэтому пришлось ставить по уникальным значениям. Вот я думаю, это как раз связано с теми контрольными измерениями, которые два сразу, вольт, 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 вольт. И поскольку у нас получается объект формата вот этого зона, то он так и называется, если класс объекта посмотреть. Поскольку у нас первичная метеорология идет с точностью до единицы, после запятой там ничего нет, то и мы получившиеся значения тоже округляем до ценности. Далее. Нам теперь объект зуб надо в датафрейн нормально переконтактировать. Это делает функция зуб. Функция не моя, я ее честно нашел в уровне. Что она делает? Она просто-попросто перебирает вот этот вот объект зуб и переводит его в формат таблицы. И все. Само функция и вот этот вот опрок с метеор, получившийся объект зуб, мы переходим в опрок с метеор в датафрейн. Теперь мы можем баловаться с нашими датами. С помощью такого вот у него каструбатого из дата мы переводим его значение углов направления ветра в углы. Откуда ветер дует? Ну тут примитивная проверка EFL, если то, если то, если то. В конце закрываем кое-что скопочек. Ну, у нас помимо ветра определенного направления, есть еще два метеорологических явления. Это слабый ветер переменного направления. Это ветер, ну который являет, ощущается, и видно, что он есть, но невозможно заметить. И есть еще ручки. И поэтому в конце мы, конечно же, не забываем их. Если направление меньше нуля, а это то, что было NH в первичной таблице, ну, скорость больше нуля, значит это ветер переменного направления. Ну а если нет, то тогда это полный штиль. И сразу вот этому получившемуся вектору мы присваиваем ранги, то есть как фактор, чтобы эти направления шли у нас застрелкой пропаса. Потом функция ЛФ-джоид, пакета ДПР, мы просто-напросто объединяем нашу таблицу с мониторином воздуха и нужные нам ячейки, точнее, поля из таблицы вот этой метеорологических лаборудений. Должен быть только один идентификатор, и там, и там, который будет называться одинаковым, ну полмолчая. Если она найдет ЛФ-джоид 2 и более, то ясное дело оно получится там ступенчатая, привязка крупная. Ну тут он пишет, Шойненбаркен тайм просит цены. Мы по вот этому времени формат Апусик с Киевским связываем две таблицы. Далее. Теперь можно завязаться визуализации. Самая наша первая визуализация, откуда же поступают загрязнения. Нас интересовало, можно ли вот этим мониторингом автоматизированным вычислить вообще, кто хватит в нашу атмосферу. Прекрасно показано. Запускаем нашу таблицу с мониторингом, присоединенными метеорологическими параметрами. Формат Table.DF. Это один из внутренних форматов пакета ДБИ. Запускаем это все в туннель и дальше начинается там разговор и фильтрация. Пыль не равна метла. Дальше выбираем для экономии ресурсов только нужный нам понят из этой таблицы. Ну и все. В принципе, дальше начинается уже граф о понятной сумме. Единственное, что тут туннель, когда мы запускаем функцию в ЖК-код, которая строит граф, но там же у нас уже будут плюсы. Каждая дополнительная подфункция графическая, она через плюсик добавляется. Оформление таблицы далее мы его рассмотрим более детально. И мы это все разбиваем по полу-назвы на отдельные графики. У нас три поста мониторинга и вот у нас будут три отдельных графики. Что мы строим? ЖК-воксплот. Так называемые воксплоты, ящики с усами, диаграммы, ящичные, боксплоты тюкер, они называются еще. Далее, мы добавляем линию, которая будет соединять медиану этих боксплотов. И мы добавляем для отпущей, важности текст, который нам покажет количество измерений, попавшие в каждый из боксплотов. Там все, цвета, шуфты, размеры, побород этих, это все настраивается вручную. Ну и отсекаем по оси Y, очень безбольшие изначения, потому что там встречаются космические концентрации пыли. Вот у нас получается такой пыли. Откуда же несло пыли на три мониторинговых паста? Вот это ветер с Коксахима, Коксахимическое производство. Вот это ветер с Коксахима и Металлургического производства. Вот этот пуст расположен на карте, он там был внизу, то есть ему вот эти ветра северо-восточного тоже несут пыли. Ну, переменный ветер и штиль. Метеоанной концентрации даже выше, чем при ветрах напрямую и сползу. И в принципе это нормально. Для крупных городов отсутствие ветра это смерти подобное. Происходит очень стремительное накопление загрязнителей в области. Как промышленных, так и автомобильных, бытовых, то есть всего остальное оно под этим предполом жарится, варится. Это то, что называется восприятленное метеорологичное умение. Далее. У нас есть по сути временной ряд. Временной ряд очень насыщен. У нас каждый день там эти посты делают в идеале по 72 измерения. Мы можем как-то чтобы откинуть общую картину эти измерения там устремить сзади. Очень хорошо работают, я их называю календарные терапии. Нигде официально на названии не нашел как они делаются, как они называются. Подготовка там очень длинная. Я опубликовал ссылку на моем сайте, где этот скрипт рассматривается. По сути это тайт. каждый день с каким-то значением которое мы считали. Что мы там считали? Концентрацию вывели, температуру, влажность, еще что-то. Вот это все собирается. Далее, мы это все разбиваем по годам, месяцам. Задаем заливку поступления в радио ну и вот эта команда недели месяца она считает. Месяц может занимать до шести недель. То есть начинаться там где-то в среду или на шестую неделю где-то в понедельник заканчиваться. И добавляем в конце концов текст. Что мы тут считали? Мы считали среднюю температуру среднесуточную. Ну если у вас намного то у нас получается вот такая красота. По несколько лет, по месяцам, по дня недели ну и вот что я вам говорил шесть недель. Месяц может растянуться на шесть недель. Ну неприятный такой момент это оказывается вот тот мой скрипт работает когда нету пропуска дня. То есть если у нас временной вектор идет безобрыг пусть даже там значения которые мы считаем температуру н-ашки пустые но надо чтобы время не разрывалось. Если время разрывается то тогда вот это все складывается на отсутствующие дни и получается 23 дня в месяц и так далее. И трудно вычислить какие же там на самом деле дни месяца. Но у нас к сожалению таких насыщенных данных нету и мы запустили такую диаграмму по нашему по фейсбуку она хорошо разошлась. Это кратность превышения концентрации среднесуточных диоксида серого. В принципе мы когда начались вот этим работать нам дали вот эти распечатанные таблицы я так предполагаю что предприятия в село Митл Криворух они думали что затолгаются на данной таблице и отстанут таблицы. То есть у нас хватило снова это все добить там мы находили много всяких нехороших вещей в этих табликах. Фактически полтора месяца шесть с половиной восемь семь 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 восемь плюс восьмин партнер медикат нарушение двух сундач фиксируется никто нифига не знает я вам сразу услышал это вот цена всем нашим этим экологическим программам оно устанавливается оно там что-то работает но никто не анализирует никто никуда не жалуется и так и так далее иногда полезно показать детализацию каждого значения как там в течении дня изменялось как кривая там встроится опять же пакет живет и функция пакет скейлз для отображения хорошего красивого оси то же самое данные готовы пакеты дейти там работают чтобы вы не запускали чтобы вы не считали на входе вот ggmod функцию вы должны получить таблицу длинного логотейн только тогда если у вас там есть какие-то категориальные переменные а вы внутри них собственно общитывали значения вот только с длинным форматом будет нормально работать то есть построится по сути то что нет далее функция gopoint которая строит точечки gopo шланг которая показывает нам два изнащения разовая концентрация если им присуточно предельно допустимо мы им задаем цвета какого цвета они должны быть мы задаем активы этих линий прямых задаем вручную цвет какой мы хотим эти линии далее вот собственно работа пакета scales мы задаем командой scaling step time что у нас по оси есть будет время показываться и мы выбираем с какой дробностью нам показывать главное обозначение будет с интервалом 2880 минут далее подписи такого формата дня 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 5 4 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 был не со стороны завода. То есть это какой-то источник находился в городе, в живой зоне. Официальных источников парсидного зона нет. Это какая-то шараж-бургаж-компания, которая спряталась в баражах. Что они там делали? И Арсенур Митл, а это не наше, мы никому не скажем. Они только через месяц отправили отчет в санстанцию, вот мы фиксировали. Смотрите как работает фрица SkylXD. Вот она. Нам продумировали как разадора с какими интервалами. И вот ваши линии, которые мы подписывали. Разовная концентрация, вот она и среднесудочная, которая на порядок меньше. Вот она. То есть сразу прекрасно видно в какую сторону ушли вылетела. Оформление. Мы запускаем функцию GGO, начинаем строить график, мы какой-то объект, там в данном случае точки начинаем выносить. Далее. Вот это Laps in there тема. С помощью вот этих функций вы можете, по сути, выработать свой корпоративный стиль отображения этих графиков. А вот этот вот здоровый набор. Какой шрифт мы выбираем? Какое начертание? Какого цвета будет эта шрифта? Где у нас будет находиться легенда на графике? Как нам разворачивать? Где будет текст по оси Х, по оси У? Какого цвета? Как повернуть? Заливка. Заливка вообще всей области построения. Какого цвета? Каким будут подписи оранжевого цвета? То есть, раз вот так вот, поигравшись с этими настройками, я думаю, мы будем сохранить его. Вот это у меня будут голубые линии, сиреневый цвет и так далее. Ну, надо вручную немножко поиграться, потому что гарнитуры по-разному чертятся. Одни пузатые, вторые высокие. То есть, размер шрифта задаешь одинаковый, но из-за различия гарнитуры они там съезжают, там улетают. Поэтому надо выбрать, вручную побаловаться. Планы наши на будущее, как общественная организация, и что мы дальше хотим с этим всем делать? Во-первых, мы ждем с нетерпением, когда наш город смогу наконец-то опубликуют данные, которые собирались с 2012 года. Работали эти посты, или не работали, там тоже стоят косяки в этих данных. Но, тем не менее, извините, ребята, 4 года, что-то ж делал в этой технике. На фига ж мы их покупали? Бали. Народ активно требует интерактивную графику. Вдучивым горожанам все равно хочется там поелозить колзунки, всякие поменять, а как оно меняется? То есть, плоская графика статичнее их уже не устроено. Ну, придется осваивать. Мы пока этим не младеем. Так же хотим данные дистанционного задерживания с помощью R обрабатывать. Потому что к вам тут есть хорошая система, но вот эти вот кликотроны тоже, они весьма задерживают иногда очень часто. Хочется попробовать напрямую в командной строке. Ну и, конечно же, обмен опытом. Потому что вот в Запорожье, где тоже такие проблемы с атмосферой, уже пишут напрямую, что, ребята, а может вы нам что-то посчитаете? Я так понимаю, видать, в регионах проблема найти, вот посадить человека, который это обработает и выдаст в таком виде. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. У вас есть возможность задать вопросы докладчику. После этого у нас будет определенный перерыв, в течение которого я вам раздал анкеты, которые вы можете заполнять, в принципе, до конца всего, и потом опять их не. Они абсолютно анклины. Вот. А там есть вопросы, в которых вы, не знаю, вам можете оставить контракты. Это вопросы, например, какие теоретики бы их делать докладку или поучаствовать в веб-шопе. И если да, то тогда вы можете оставить для меня свои контракты. Вот. А «for the rest» это абсолютно анклины. Какие вопросы? Спасибо большое, Женя. Задавайте вопросы. Десь. Можно у вас еще данные взяты, что лицом можно обрабатываться? Можно. Впервые не дали. Можно. Мы их в Сан-Гиах не опубликуем. Ну, то про ту сию свежки, что вы загружали, хочу слово на леви, можно объяснить. Ну, че-че. Я еще указываю? Ну, вы с этой свежки загружали там, и все здесь не смогли эту свежку сделать? Ну, я найду там, где-то на компьютере у меня воно лежит. Тобто, власне, первая таблица. Но она не полностью первая, потому что мы кого-то забывали вручную, то нам там уже попричунули. Сколько всего в данном фоне посылок? На бумаге 26. Да, из них 4 городских, 5 метеосслужб, а остальные по предприятиям. Ну, мы забуксовали на вот этих трех и на городских. Что там творится на наших блоках, шахтах? Вот даже еще не писали, не узнавали. Ну, если автоматизировали, то, наверное, тоже где-то порядка 10-15 постов. Потому что у нас город не пузатый, он растянутый. Да, то есть, вот, метеосслужба, она, имея 5 постов, она вписывается в нижнюю границу по старым мостам, что больше 500 тысяч населений, 5-10 постов. Но беда в том, что они, по сути, в центральной и южной части города, вот, сосредоточены, на северных пост вообще без наблюдений? Без независимых? Ну, на Севгоке, на Цегоке у них свои ведомственные посты есть. Ну, что они там меряют? Мы вот буквально недавно сравнили пост метеосслужбы, и через 200 метров от него пост Арселу Митл автоматизировал. Разница в среднемесячных концентрациях пыли 2, 4, 6, 12 раз. Ну, как такое может быть? То есть, кому верить? Мы с удовольствием бы взяли. Но у нас такой юридический есть подвох, есть такое понятие, как субъект мониторан. И там в законе же оно прописано, кто-кто является. То есть, даже поставив там свои 20 постов, потом с этими данными они будут поверенными и так далее. Очень тяжело доказать, что ты не баран, потому что, ребята, а он и субъект мониторан. То есть, это несложная процедура, это тупиковая процедура. Потому что потом на самом верхнем уровне оказывается, что, ребята, так вы не наделены полномочиями. Город наш тоже не субъект мониторинга. Они свои 4 поста автоматизированных пытаются метеослужбы скинуть уже второй год. Не-не-не, мы не возьмем себе на баланс. Возможно, если бы там, что в последующем классе чистые данные, и вы говорите, вам не поставили данные, они не могут на себя не раздаваться. Если бы это не ваша остыла, то вы что-то не говорите о субъектах. Данные грязные, я имею в виду, что не то, что неправильно меряются, а просто формат этих данных, да, не машинно читаем их. Ну вот ждем городской, что нам город покажет. Обещали с возможностью экспорта даже. Я думаю, там тоже вот так вот все показания. Вы говорите, только медиаслужбы является субъектом мониторинга? Нет, еще крупные предприятия, загрязнители, да, у них есть посты, они тоже субъекты мониторинга. Ну, я вам скажу, никто ничего не знает. Потому что везде циркулирует вот эта среднемесячная информация, а что оно там было, где, когда, то есть оно вот это теряется, когда надо людей эвакуировать с района, а оно ушами прохлопает. Они себе отслеживают, но никому не показывают. У нас вот эта документация, которая раз в месяц сдается. Хотя это информация оперативная, это могут горожане сами планировать свой вечер. Или с ребенком в парк идти, или лучше дома посидеть. Спрашивайте. Ну, тут просто интересно, как им надо вручить, если ставить субъектом мониторинга? Ну, став крупным загрязнителем. Ну, хотя бы, если это запасная организация, то есть не тот же вот совет. Тут, понимаете, даже не статус субъекта мониторинга, а наша вот основная цель, чтобы вот эти данные были в открытом доступе и в машиночитаемых форматах. чтобы они не смогли вот так вот там спрятать, устремлить и так далее. Даже если они будут там халтурить, затирать значения, это ж все... Ну, подделать такой массив данных не реально, оно все равно всплывет. Да, по закону распределения уже не может ошибаться и отрубить. А, скажите, почему вы не понимаете, что вы не понимаете, что вы не понимаете? Именно N? Да. То есть просто так, что... Почему вы не понимаете, что вы не понимаете, что вы не понимаете? Ой, это долгая история. Я лет, наверное, 5 или 4 года назад задумывался, как работать с геологическими базами данных. Там тоже по 30-50 тысяч записей, там содержание компонентов, причем так, чтобы это было open source. Лазил по разным форумам, вот, нашел очень большие рекомендации мощные для этого языка программирования. Ну, начал приблизительно что-то пытаться клятся. Вот сейчас более-менее владею, то есть... То есть вам какие-то профессиональные программисты, или это легко, чтобы вы не понимаете? Ну, я бы не сказал, что легко. Было очень мало литературы в то время. Сейчас уже да, сейчас можно найти ответ на любой вопрос. Как ни специалисту, как ни программисту хватает вот так вот с головой. Это при том, что тут еще всякие статистические методы. То есть тут только визуализация, по сути, показывает. Пьем чай. Так что это очень хороший пример того, что, на самом деле, ПАВ это не какой-то ресурс, а в принципе, разумация для каких-то своих проблем, где анализов этих прав на своих программах, которые возникают. В общем, даже реальность. Поэтому, да, если я вас не скажу. Давайте отдать чай. Спасибо большое за закладку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Передач, в СССР, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры Продолжение следует... 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 Доклад будет посвящен недавнему событию открытию гравитационных волн и, соответственно, посмотрим, как выглядят данные и что можно с ними сделать. А вот сначала краткое объединение гравитационных волн. Насколько интересно рассказывать физику. Вот здесь, так сказать, у меня в руках так называемый Ландау Лившец, третий том, в котором содержится теория гравитационных волн. Как известно, гравитационные волн являются следствием общей теории относительности, то есть теории гравитации, которая была создана Эйнштейном сто лет назад, в 1915 году. Она получила свою окончательную формулировку. Эта теория базируется на представлении о четырехмерном пространстве времени, как Риммана Многообразова, и в 1915 году. Такое сцена является гравитационным тенсором, в 2015 году. Каково представляет собой рептой метрик из визионного пространства? Итак, мы видим, что теперь маленькую седевую длину, при технических кадрах, ровняется... меняется вот, собственно, увидел увеличение шерейка которая создана матрицу и есть увеличивая матрица и дается в карты очень достаточно вот эта вот штука играет роль потенциала революционного тура а через эти потенциалы можно выразить собственно компоненты напряженности поля, так называемые стимулы Кристофеля и потом из них довольно сложным образом здесь не будем привезти можно выразить так называемый тенсор Риммана и его его свертку тенсор Литчи тенсор Литчи уже входит в уравнение Эйнштейна которое здесь у нас изображены вот Р и К это означает тенсор Литчи Ж и К выше упомянутый физический тенсор Р это соответственно скалярная физина которая представляет собой следователь тенсора И С скорость цвета К гравитационная постоянная а Т и К это так называемый тенсор энергии импульса что представляет собой тенсор энергии импульса он зависит собственно от того что происходит с веществом внутри вот тенсор энергии импульса это тоже просто матрица вот здесь в этой очереди у него просто плотность рог соответственно вот здесь потом плотности или в принципе что из-за этого это 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 и это и это показывает то что происходит с веществом и вот это что поле играет реакционно поле тоже роль что играет распределение зарядами токов в создании и вот соответственно если мы уберем материю то мы получим пустое пространство и путем некоторых достаточно сложных преобразований если гравитационное поле слабое а слабое вот это вот это отклонение матрицы G от матрицы плоского пространства токов то то есть жен 1 из 1 из из 1 и 1 и 1 2 космический масштаб расстояние выражается в световых этапах вот у нас получается такое линейное уравнение которое те кто сталкивались с этим махматфизики узнают в одного уравнение а значит если есть в одного уравнение то есть полное для примера показано как они выглядят одно из решений которое соответствует физическим планам вот это матрица вот это полярные координаты источника r θ вот источник там пошла r φ т 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 вот мы тр т т Соответственно, эти омы имеют две параметры поляризации. Здесь обозначены плюсы, гаворосы, кресты, как и поляризации. Да. Крепутационные омолейные и аспирические электромагнитные, они были такие же. Чем репутационные омолы по этим уравнением отличаются от электромагнитных? Первая разница. Вообще репутационные омолы нелинейные. Но у нас линейное приближение в этом ведущем уравнении записано для простоты. Они линииорисованы. Когда полна находится далеко от своего источника, как и в результате своего наблюдения на Земле, например, они очень слабые. Вот эти вот H, они порядка десять минус восемнадцатой и девятнадцатой. Вот. И второе отличие гаворосы обеспечивается тем, что у них потенциалы описываются матрицей четыре на четыре. В то время как у электромагнитных это один только вектор. И получается, что имеется там шесть независимых компонент, а в случае электромагнитного излучения это только три компонента. Вот. И соответственно, больше это чисто поляризации. Ну и наконец, такой, как бы очень, если сказать, нехороший для физика. Так. На мин, что есть принцип эквивалентности, что всякий раз эквивалентная масса, инертная масса равна гравитационной для любого объекта. Ну почти в том, если исключить так называемую психическую материю, то соответственно у нас получается, что мы всегда для этого поля масса играет роль заряда. Получается, что всегда отношение у нас к заряду одинаковое, что не бывает какого-либо случая, где заряда противоположного знака. Получается, что когда у нас какие-то два объекта между собой взаимодействуют, то волны, которые излучают один объект, почти компенсируются излучением второго объекта. Вот и поэтому они очень сладые. Ну и точно такая же проблема возникает при наблюдении. Вот поэтому больше 100 лет понадобилось для того, чтобы впервые, как сказать, на Земле обрести сигналы гравитационного пола. Собственно, что у нас следующее? Наблюдение было произведено на детекторе, который называется ЛИГО. ЛИГО. Он находится в Штатах и представляет собой две таких станции, каждая из которых содержит четырехкилометровые интерферометры. Одна из них находится в Хартхарте, штат Вашингтон, а вторая находится в Луизиане. И там был наблюден сигнал 15-го сентября, хорошего года, который стоил около полутора месяца назад был опубликован. Получил вселенную отраску. Вот, собственно, что вызвал этот сигнал? Сигнал был вызван столкновением двух черных дыр, одна из которых содержит 36 солнечных масс, а вторая 39. Энергия, которая будет запущена в виде гравитационных полы, равна трем солнечным массам. Это вот представляет собой, если бы примерно все пространство от Солнца до орбиты Земли заполнить термоядерными бомбами. И это явно привлекает энергию от Солнца до орбиты Земли. В этом случае. Вот. И расстояние, когда было оценено 410 мегатор с целью Земли. И, собственно, пока он путешествовал, вот эти 410 мегатор с целью Земли, все пространство от Солнца до орбиты Земли. Естественно, здесь показана стуализация феномена. Эти черные дыры, которые вращаются друг к другу, и они начнут запишиваться все больше и больше скоростью. Когда расстояние в дыне составляет несколько соток километров, они расстреляются в процессе вот этого спирального движения, выделяется на эти ценные значения. А вот здесь вот показан очищенный сигнал, который у нас есть, который обращен к помощи работы данного соответствия георитических сигналах. Вот, соответственно, здесь сигнал из двух детекторов, которые позволили получить некоторое сведение о направлении в источник. Если бы детекторов было три, то можно было бы локализовать это направление в небесной сфере, с формиейки на почте. Но, если честно, существует только два и третий вирго. Будет введен в строй в Италии в следующем году. Собственно, на данном моменте презентационная часть у нас заканчивается, и сейчас мы пытаемся активировать TeamViewer, и как его перевести на другую диску. Собственно, на данном моменте презентационная часть у нас заканчивается. А вот те краткие последние проекты, В нашем случае что же мы подгрузим на тему secretly think of this? Электрическая личина вот этого в имени, личина H. Верно-жин-де-Т, изменили эти такие. В приеме они не могут непосредственно, во сколько здесь есть. Вот тут вот лаганки. Как вы видите, ДТ? Это ровно чувствуется. Здесь есть массивы блоков, которые подвешивают вакуум на расстоянии 4 км. Здесь есть массивы блоков, которые подвешивают вакуум на расстоянии. Здесь есть массивы блоков, которые подвешивают вакуум на расстоянии. Географически на 2 точки и на 4. 4. Потому что 2 точки позволяют не с чем сравнивать. А так как мы сравнивали вот эти 2 направления по направлению Х и по направлению У. И это сравнение осуществлялось с помощью лазерного интерферона. Это очень значительное неравенство этих людей, так как это очень удобно. Как бы это я, наверное, уже вам предсказать. Попрошу вот начитать задания, где это описано подробным образом. Ну вот здесь какие-то гарантии по меткам. Это очень сложная инженерная разработка, которая ведется уже около 30 лет. Это все сложная, но можно не верить. У нас процентов ничего не верить. Ну, как меня верили на весьма высоте. И мы купили его 95%. Это уже так. Если бы это было не правда, что мне стало опубликовать. Это был тридцать назад. И все это было. Волны, вилки уже сто лет. И астрономическое подтверждение было получено в начале 2000-х годов. Да. Получено было, что когда наблюдали двойные звезды, пульсары, вращающиеся друг от друга. Из них выходит энергия. И энергия куда-то излучается. И динамика расхода энергии совпала с той, которая была предсказана теоретически в процессе излучения гравитационных фон такой системы. А теперь пять что-то летают. А теперь пять что-то летают. Руки переблокают. Вот, собственно, приходит на второе место. Вот история вопроса. Лаборатория Лига был в момент публикации опубликован вот такой вот скрипт на бетоне, который содержит в себе доступ к соревнованиям и методы этой работы. И вот мы сейчас с вами попытаемся куда-что воспроизвести. Вот у нас оказалось, к сожалению, данная лица находится в формате HDF5. И вот по этой величине работать с ними трудно. Вот, соответственно, мы пытались. И вот получилось вот что-то. Вот файл, который мы дают. Мы используем пакет этого и называем его HDF5. И читаем написанного этого файла. И мы получаем такую сложную структуру. И дальше что с ним делать непонятно. Поэтому дальше пришлось немножко. И потом читаем инструкции и видим, что для обработки этих данных используется специальный скрипт на бетоне. И поэтому нам пришлось действовать немножко выходным маневром. Вот взять питон и сделать такой скрипт, который называется gravity.py. И этот скрипт берет HDF5.py и генерирует UCSV. Вот мы его сейчас запустили. И вот получился UCSV выглядит вот приблизительно каким образом. Он состоит из четырех колорок. Каждая из детекторов представляет собой сигнал и время для каждого местного детектора. H1 и L1. H1 это детектор, который находится на западном побережье США. И далеко от Сиэтла. А L1 находится в Невизианке. Где-то там юго-восток. В принципе, и Куба, и далеко. Вот они из них. Сигналы, которые порядка 10-15 лет. И вот уже в таком виде ЦСВ мы можем загрузить E. И да, в данный скрипт. Отключается K. В данный скрипт. И если мы возьмём и ограничим этот сигнал. Ну, пытались. Сейчас я перескнула. Есть. Есть. Давайте вот есть. Есть. Сигналы. Мы получим 13-15. И для того, чтобы было наглядно, мы можем написать и два сигнала Выпили кусочек сигнала, который находится неподалеку. Встреча с ровным углом, ограничив достояние на 5 секунд. И вот, если мы пока пытаемся этот кусочек нарисовать, то у нас получится приблизительно следующее кондиционер. Вот это приблизительно на какие-либо прыжки стреляются. В основном они состоят из низкочастотных решений. А мы, соответственно, на первом графике, то есть сигнал из хардфорта на вентиляторе. А мы видим, что сигнал из нельзя. Вот. Вот. Ну, если мы будем, в данный момент, мы проходим, как раздавали на вентиляторе, в основном, в среду, в основном, в основном, в основном, в плитку, да, в толсток, когда мы будем поменять, мы егоем в основном, но мы можем сб selbst, DXO, который создает собой в ответ Своей Отменатор или 2-й. И вот этот сердце. И вот этот сердце. Следовательно. Здесь режимы используем. Вот они вычислили шоколад почистить. Он будет выглядеть так. И вот этот спектр действительно совпадает с тем, что он не жалеет. И там исчезла. И дальше у нас предстоит вот эту вот спектральную пиву проинтерполировать. Для всех этих целей используется пакет, который называется сигнал. И затем мы должны разъединить преобразование. В ФТ разделить на проинтерполированный спектр мощности. Эта операция называется отбеткой. И таким образом удаляются какие-то гармонии, которые имеют систематические. артефакты, записывающие системы. И поскольку у нас это отбеливание производится на большом сигнале, занимающем длительное время. что-то случилось. Что-то случилось. Это у нас. Эта ситуация с вознаграждением эмоциональной пиву проинтерполирования занимает очень маленький кусочек этого сигнала, и она никак не влияет на облитубную чистотную характеристики реализации. После этого вы будете все дешевые одевания получили. Мы можем сделать обратное предотвание в жизни и прийти вот примерно к такому противописи. И вот картинка. Вот такая картинка, которая уже ясно видна, как выглядят реабилитационные волны. Она делится на три этапа. Первый этап это прощение, когда черные дыры вращаются друг с другом со все нарастающей скоростью. А потом происходит собственно слияние, когда частота и амплитуда растет, выделяется основная энергия. А потом в конце происходит так называемый звон. когда получившийся объект сбрасывает излишки энергии стабилизируется. Ну и в заключении мы покажем этот сигнал из программы, которая получается с помощью средств телеграмм. вот она объявляет следующий образ самый известный область пятидесятки детских программ убежданий самые соответствующие то и которые пропубликовали на данный момент можем завершать результацию код мы опубликуем чуть позже вместе с видео. Спасибо за внимание. Спасибо. Аплодисменты Вам есть какой-нибудь директор сложных обладываний? Например, если землю поднешло, это должно работать Ну, в принципе, там очень светлый так сказать заделок, который развивался там уже подостроили всякого разного всякого разного уровня защиты от того, что нужно срабатывать. Если из него выпады это, получается, сигналы вы значительно больше должны быть просто скорее всего вот этот этот как сказать отрезок не скорее всего из-за без выводя несмотря на то, что здесь полбал из-за 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 без полбал ну значит как это оказалось с как из-за 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 Вместе со скоростью света прошло расстояние между дырками. Прошло практически по диагонали. А что вы сами показываете? Там спектрограмма? Что? А что вы сами показываете? Ну, там спектрограмма. Сигналы. А что она показывает? Получается U3. Вообще это трехмерный объект. У него по 1x время, по 1y частота. А в самых светских программах показывают контенсивность. Включение данное объемное, данное частоте. Прошло. А почему сейчас там уже поиска арок наступает? Ну, как по-моему сказанному, я бы сказал, что наше сообщество тематическое и прекрасное. Но я думаю, что данный объект и вашу задачу. Ну, в моем случае, это связано с тем, что это сделано на питоне, а арок еще никто не делал. Ну, а почему вы не нашли... А у вас еще есть? Ну, а почему вы не нашли? что пришли, и, пожалуйста, я еще раз вам понравилась, помните, организатор будет вам очень сильно благодарен, и это увеличит приятность к нему, что мы сделаем что-то интересное. На этом мы обрабаняем нашу трансляцию. Будто знало, но тут не нравится. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok